Всем привет! Меня зовут Никита Леонов. Сегодня я вам покажу, как в иллюстраторе создать вот такую простую грушу из двух форм. Давайте приступим. Вот что у нас должно получиться. Вот такая вот груша. Я создам монтажную область рядом. И давайте посмотрим, из чего она у нас состоит. Мы видим здесь в основе фигуры две фигуры. Во-первых, это круг. Во-вторых, прямоугольник. То есть, прямоугольник со скругленными краями. И эти две фигуры мы объединяем. В принципе, этот принцип работает и со всеми остальными какими-то объектами и образами. Мы их просто разбираем на какие-то составные фигуры. И из них делаем уже какой-то объединенный упрощенный образ в виде иконки. Как это работает, мы на более сложных примерах попробуем сделать позже. Давайте начнем создавать нашу грушу. Возьмем инструмент Ellipse. Зажмем клавишу Shift и создадим круг. Потом опять берем инструмент и инструмент прямоугольник. Здесь нам нужен не квадрат, а более вытянутая фигура. Помещаем приблизительно так. Круг не должен быть слишком большим и слишком маленьким. Примерно в такой пропорции. Поиграйтесь, посмотрите, как получится это в итоге. Потом выбираем прямоугольник, выделяем его и тянем за эти точечки в углах. Так мы скругляем наши углы. Меняем соотношение и размеры, чтобы это было похоже на грушу. Можно сделать вытянутые, вытянутие или наоборот покороче. Вот эту верхнюю часть. Потом выделяем все это и идем в инструмент обработка контуров. И нажимаем на этот пиртограмм, называется соединение. Все, мы соединили две эти фигуры в одно. Дальше нажимаем, выбираем инструмент. Прямое выделение и у нас появляются вот здесь точечки в углах. Если мы за них потянем, эти углы становятся скругленными. Давайте доведем до 50 пикселей. Вот здесь возьмем и поменяем ровно 50 пикселей. Чего-то не изменяется. Ну, приблизительно до 50 пикселей. Все увеличено. Точнее будет. А, больше они не показывают. Вот это максимум 48 пикселей. Тоже делаем со вторым углом слева. Потом больше идет. 48 пикселей тут и тут. В принципе, фигура груши, иконка груши у нас уже готова. Давайте сделаем вот такой вот лепесточек. Открываем инструмент. Инструменты Эллипс. Нажимаем Shift и делаем ровный круг. Потом мы идем в инструмент кривизна. Нет. Давайте сначала сожмем. Сузим. Делаем инструмент кривизна. И вот эти вот точки двойным нажатием, двойным кликом делаем острыми углами. Поворачиваем на 45 градусов. Для этого нажимаем на клавишу Shift и крутим нашу фигуру. Ну и вот у нас получилась такая простая, минималистичная иконка груши. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если что-то интересно, пишите в комментариях. Обязательно сделаем, попробуем и разберем. Всем пока.